Позади три недели кропотливой работы и экспериментов. В полевых условиях мастера под руководством бессменного лидера Валерия Калтыгина заготавливали дрова и строили печи. Создавали из бесформенной глины шедевры и занимались обжигами. Сегодня Арджижель официально завершился. Открылась выставка, где каждый может оценить волшебство керамики. В этом году самое классное, что было, это мы построили с Максимом Валерьевичем, я в том числе, печку для соляного обжига, высокотемпературную. Она получилась у нас настолько удачная, что мы просто не можем нарадоваться. Ну и, естественно, эффекты, которые эта печка позволяет делать, они не оставят никого равнодушными. 16-й пленэр объединил более 20 скульпторов и керамистов из Беларуси, Литвы, России, Молдовы, Болгарии и Турции. Впервые в Боброиск приехали мастера из Бразилии и Египта. За всю историю Международного форума география участников расширилась до 25 стран. Приезжают как молодые керамисты, так и опытные мастера. Всегда существует определенная группа опытных, тех, кто уже был когда-то. Они понимают саму структуру, свою специфику, например. Они быстро вписываются и хорошо работают. Новички обычно боятся, новички очень осторожны. Это закономерно, конечно. Но в этом году, кстати, очень много было новичков. Поэтому, особенно зарубежные, с незнанием русского языка, с ними было тяжело общаться. Тема этого дождливого лета – искусство как мир самовыражения. В экспозиции керамисты продемонстрировали широчайший диапазон пластических свойств глины – рельеф, фактуру, цвета, графику в сочетании с разными видами обжигов. Этот пленэр надолго будет в памяти. Каждый пленэр – это общение. И каждый раз, даже если ты что-то знаешь или чего-то не знаешь, все равно чему-то учишься. И, конечно, безусловно, новому тоже узнаешь. У каждого свои техники, технологии. Те, кто приехал в Бобруйск впервые, оценили уникальность и масштаб международного форума. Каждый участник на память об Арджижель получил сертификат слова благодарности и приглашение вернуться снова. Всем участникам хочу сказать огромное слово благодарности за ваше творчество, за ваши идеи, вдохновение, которое вы вносите в свое искусство. Я уверен, что именно это начало вашего творчества. Я уверен, что мы еще услышим и увидим то, что вы это воплощаете в жизнь. Выставка «Искусство живого огня» продлится до конца сентября. А затем работы мастеров будут экспонироваться в Национальном центре современных искусств в Минске и Могилевском областном художественном музее имени Масленникова. Елена Кутузова, Максим Кембель, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.